Вкусно, колоритно и гостеприимно в Муравленко отметили национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй. В городском парке прошли народные гуляния, фестиваль плова и состязания по борьбе куреш. Отметить праздник тюркских народов Сабантуй в городской парк пришли сотни муравленковцев. Он давно стал для всех общенациональным торжеством. Сабантуй всегда был и будет символом мира, труда, единства. А сегодня это праздник, который просто объединяет весь наш замечательный, любимый Муравленко. Я желаю всем крепкого здоровья, достатка в доме. Желаю всем замечательного летнего настроения. А самое главное, мирного неба над головой. С праздником, Муравленко! Хоть и праздник татаро-башкирский, но участвуют все национальности нашего города. Праздник Сабантуй, праздник труда. То есть праздник плуга, так ведь означает. Обычно проводится после посевной. Но каждый из нас может посеять не только рожь и пшеницу, так ведь, но и посеять свои добрые дела. В центре парка установили настоящую юрту, чтобы каждый мог увидеть, как раньше жили татарские и башкирские народы, какими предметами быта они пользовались в старину. Это юрта в старину. Люди башкири-татары. Вот так кощевной образ жизни вели. Вот в таких юртах жили. Конечно, юрты раньше были из войлока настоящие. Но вот такое убранство всех было. Чайные столы вот такие, сундуки туда все вещи, постели раскладывались. Вот это палац, ткать вот это вот. Потом дети вот в таких люльках спали. Сабантуй в Муравленко сложно представить без фестиваля плова. Тема этого года – мультиплов. В кулинарных состязаниях участвуют 19 команд. Фудзоны оформлены в духе советских и российских мультфильмов. Здесь вам и терем, как в сказке о рыбаке и рыбке, и разгуливающий полису Вовка из Тридевятого царства. Есть даже скатерть Самобранко. Сабантуй у нас ассоциируется с многонациональным нашим любимым городом, с весельем, с высокой культурой национальностей. Башкиры, татары, мы настолько здесь как братья, как сестры. Все в Муравленко живем, поэтому мы любим этот праздник, всегда его отмечаем. Это очень сплочает не только выбираться на такие мероприятия. Сама вся подготовка, это же все вместе делается. Главное блюдо восточной кухни участники готовили в афганских казанах с фруктами и овощами из булгура, а также с добавлением всевозможных специй. Фантазии участников позавидовал бы даже самый искусный кулинар. Однако жюри конкурса сложно удивить. Команды представляют не только плов, но с такой подачей через российские и советские мультфильмы. То есть вот такая интересная задумка. Мы оцениваем и само качество продукта предоставляемого, и саму презентацию. Вот такие вот критерии у нас. Пока одни состязались в кулинарном мастерстве, другие демонстрировали искусство в национальной борьбе на поясах куреш. Сильнейшим батыром по праву признан Альфред Нигматуллин. Ему достался главный приз – баран. Кроме этого, муравленковцы попробовали силы в поднятии гири, в перекатывании большой покрышки, в армрестлинге, в числе лучших – Дамир Кульборисов, Чингизбаабеков и Магомед Долгатов. А любители творчества могли прямо на площади сделать книжные закладки и нарисовать национальные орнаменты. Я здесь нахожусь, потому что я сама родом из Башкирии, проживаю в Татарстане, а сейчас в гостях здесь. А вообще впервые в муравленках? Нет, я здесь уже была. Нравится? Да, здесь очень колоритно, красиво. Церемония награждения победителей проходит под бурные аплодисменты зрителей. Первое место в фестивале плова заняли коллективы централизованной клубной системы и команда детского сада «Снежинка». Второе место разделили кулинары детских садов «Непоседы» и «Сказка». Третье – у команд управления ЖКХ, Центра обслуживания культуры, детских садов «Солнышко» и «Теремок». Анастасия Попова, Антон Иванов, Новости Муравленко.